Недавняя реформа Почта России не оправдала своих ожиданий. Количество сотрудников сократили ровно на треть. Качество обслуживания остается прежним, а очереди не уменьшились. Почта России решила всерьез улучшить работу ведомства и начать нравиться россиянам. Сократили ненужных, по мнению чиновников, сотрудников, начав с менеджеров. А сэкономленные на бывших работниках средства обещали индексировать зарплату рядовых сотрудников, чей доход намного ниже рыночного уровня, взяв за пример зарплаты иностранных почтовых служб. Обещали, что ситуация будет кардинально меняться в ближайшие полтора-два года, что появятся обновленные форматы операционных помещений, квалифицированные консультанты и операторы. Скажите, пожалуйста, на Почту России ходите? На Почту России практически нет. А муж вот ходит, ему письма часто присылает, он возмущается, и дети также. А чем возмущается? Долго очень стоят в очереди. По сравнению с прошлым годом стало намного лучше, но все равно огромные очереди, маленькое количество персонала, постоянные толкучки. Однако менталитет работников изменить непросто, даже когда зарплаты становятся более конкурентными. Ну да, персонал за огромное количество работы очень нервничает, часто что-то не успевает, и поэтому бывает, что хамят и грубят. Идеалом для подражания Почта России считает Почту Германии, до уровня которой отечественное ведомство намерено улучшить качество сервиса. Помогут ли радикальные реформы и удастся ли сократить количество раздраженных граждан и увеличить довольных работ Почты России с нынешних 15% до 60%, как всегда узнаем не сразу, лет через пять. На данный же момент Почта остается нашей самой упорной госмонополией, лучше всего передающей атмосферу советской эпохи. При этом о современных сервисах в духе выяснения местонахождения посылок по интернету зачастую не знают и сами почтовые работники.